Шалом, дорогие друзья! Вот снова наша серия короткая и актуальная кашлотия. Сегодня мы поговорим о желатине. Дело в том, что мы знаем, что желатин очень часто используется в пищевой промышленности, добавляется в многие виды еды, особенно когда хотят что-то склеить или придать особую форму. И дело в том, что на рынке, или скажем так, в пищевой промышленности существуют три вида желатина. То, что называется синтетический желатин, который из его источников это растительность, то есть возможные, скажем так, растительные вещи не живые, не от животного мира. Есть желатин, сделанный из костей рыб, и есть желатин от животных. То есть животное желатин сделано на костях животных, или не только на костях, и о нем мы сегодня будем говорить. Дело в том, что желатин растительный, то есть синтетический желатин, и желатин, который сделан на костях рыб, он более слабый при склеивании, когда пытаются соединить какие-то вещи, И тогда используют больше желатин из живого, из животного мира. И в любом случае, понятно, что с рыбой проблем нет, с синтетическим желатином проблем нет. Наша проблема, если есть, и это мы должны разобрать, это с желатином от живого. Итак, давайте разберемся. Медраж, есть медраж в главе Шеменит, который учит из стиха. Стих говорит «Умбсарам лотохелю». То есть запрет есть, скажем так, некошерное мясо, то есть трепное мясо, и сказано, что от их мяса не ешьте. И получается, что на билла, трефа, только мясо вроде бы запрещено. С другой стороны, у любого животного есть также кости, есть жилы, есть кожа. И вроде бы из медража получается, что в этом нет запрета. То есть нет запрета ни в коже, ни в всевозможных жилах и ни в костях. Есть, правда, спор в понимании этого медража между алкоголическими авторитетами. Спор в том, если мы берем запрещенное животное, то есть, не знаю, свинью, или берем, допустим, некошерно-зарезанную корову, неважно, любое животное, некошерное, будь оно некошерно-зарезанное или будь оно некошерное, по определению. И есть вопрос, то есть их кости запрещены или нет, учитывая этот медраж. Или нет. Если не да запрещено, то в чем именно запрет, и если в этом запрет коров. Так вот, Робилизер, Удаф, Вальденберг, Сицелезер склоняется к пониманию медража, как простым текстом, как написано, что сухие кости, высохшие кости не запрещены вообще, даже если это сухие кости свиньи, если сухие кости не кошерно-зарезанного другого животного, которое кошерное по определению, но оно не кошерно-зарезано. В этом случае, если это сухие кости, они не запрещены. С другой стороны, Минхат, Ицхак, Варамуш, Фанч, Новорот, Мушэ считают, что есть даже сухие кости не кошерного животного, не кошерно-зарезанного животного является запретом, но запретом мудрецов. Действительно, по закону Торы в этом нет запрета, и об этом говорит медраж. Когда же, допустим, кости да мягкие, то есть не высохшие, не сухие кости, то в них обычно есть то, что называется мохайцем, то есть костный мозг. И по этому поводу Шульхана Рук в Юрадеа в 99 главе говорит, что их запрещено есть, то есть костный мозг запрещен есть, и его нельзя есть, и, естественно, мягкие кости тоже запрещены в еду, если они являются костями не кошерного животного или не кошерно-зарезанного животного. Правда, и здесь есть спор у мудрецов последних поколений, а Хронин занимается вопросом, запрет этот мудрецов или запрет Торы. Раму Шифанчен говорит, мы говорим о запрете Торы, то есть мягкая кость с костным мозгом является, и она не кошерного животного, она запрещена Торы. И Цицелезер снова говорит, что запрет есть, но запрет мудрецов, с точки зрения Торы запрета в этом нет. Окей, это, скажем так, подготовительная наша базис, и тут мы переходим к самому желатину. Дело в том, что желатин, из чего его делают? Желатин в основном делается из костей животных, обычно есть некоторые виды желатина, которые делаются из кожи, когда срезают пласт кожи, иногда берут, бывает и мясо. Но об этом мы поговорим отдельно. То есть мы говорим сейчас о желатине, который берется и делается из костей животных, не кошерных животных, обычно не евреи, когда делают его, он делается из не кошерных животных. Теперь, во время приготовления желатина никто не разбирает кости на сухие и на, скажем так, мягкие, влажные, то есть на кости, в которых нет костного мозга, и на кости, в которых есть костная мозга. И то есть смешивают вместе. Таким образом, по идее, получается, что желатин делают также из мягких костей. Мягкие кости, кости, как мы сказали, по всем мнениям запрещены. То есть вопросы, запрет тора или запрет мудрецов, но запрещено. Их запрещено есть. Но, Раби Лейзер и Уда Вальденберг в Цице Лейзер говорит очень интересную вещь. Он говорит, что в начале четвертого тома, то есть в Бабтиха, то есть в видении там, он говорит одну интересную вещь. Из-за того, что эти кости проходят процесс, во время этого процесса их высушивают и превращают в вид такого порошка. Таким образом, когда они высушиваются и превращаются в порошок, уходит у них запрещенный вкус. То есть он уходит от них, они теперь по-другому, они теперь другие. И по его мнению, также выходит, что те мягкие кости, которые были запрещены нам в еду, когда они были мягкими, когда они были влажными, когда у них был костный мозг. Но после того, как их высушили и превратили в порошок, ушел от них запрет и теперь их можно есть. Так говорит Эйцелесов. Это, скажем так, один аспект или одна из основ разрешения желатина. Есть другое объяснение. Другое объяснение по поводу желатина и почему можно разрешить желатин появляется у мудрецов последних поколений. И он относится к химическому процессу, который проходят кости, когда их очищают. Дело в том, что во время есть химическая обработка этих костей, из которых делают желатин. И в этот момент они проходят на химическую обработку. Они прекращают быть вообще пригодными к какому-либо еде, кому-либо. То есть никто их есть не может больше. Когда они проходят химическую обработку, они превращаются в несъедобную вещь. В принципе, если вы по-настоящему увидите настоящий желатин, как он выглядит, когда его обработали, он выглядит как такой пенопласт. То есть он как бы не подходящий к еде, потом, когда его смешивают и так далее, он снова приобретает свои качества пригодного к поеданию. Окей. В этом аспекте, по мнению части мудрецов последних поколений, когда запрещенное мясо было запрещено, и оно превращается на определенном этапе в непригодное для поедания, то в этот момент уходит у этого запрещенного мяса весь запрет. То есть даже, и это даже если потом его смешают вместе с другой едой, и он снова как бы приобретет свои вкусовые данные, назовем это так, он все равно из-за того, что уже это мясо потеряло свой запрет, потерялось из-за того, что стало непригодно к еде, то даже вернувшись в еду, оно, это мясо, разрешено к поеданию. Кстати, это подобное разрешение мы увидели в словах Робейну Йона, который приведен в словах Робейну Ашера на трактате Брахот. Робейну Йона разрешает нюхать парфюмерию, которая сделана из крови некошерного животного. Почему? Потому что кровь прошла процесс обработки, и это уже не та кровь, которая была запрещена, все, то есть этой крови больше нет, она уже не запрещена. Ор Сомеах, в отличие от этого мнения, от этого подхода, и другие галактические авторитеты не принимают это разрешение, не принимают базис этого разрешения. И они пишут, из-за того, что человек заинтересован в этой химической обработке, и таким образом получают желатин, таким образом это нормальное явление, как получить желатин, пригодный к еде, таким образом запрет, который был в этих костях, мягких костях с костным мозгом, никуда не ушел. И поэтому, несмотря на то, что прошла химическая обработка, и вроде бы они уже были пригодны к еде, из-за того, что мы изначально так делаем желатин, и мы хотим, да, сделать его пригодным для еды, и запрет никуда не ушел. Окей, это разные мнения, разные аспекты. В чем же Галаха? Галаха такова. Ахезер, Раби Хайм Гроджинский, и Цицелезер, Раби Лизер Улда Вальденберг, разрешают использовать желатин, сделанный из костей животных, не кошерных. Но, напротив, в ней стоит Рамоши Фанш, на город Муше, и Горой Минхад, и Цхак, которые это запрещают. Теперь, как это работает? В кашруте с тайталом, который называется Мегадрин и выше, мы не разрешаем, то есть так и Рабанут вся ведет, естественно, Бадатцы, не разрешается использование желатина, сделанного из живого материала. То есть, имеется в виду костей животных, живого материала, я не правильно сказал, имеется в виду от животного мира, имеется в виду ни животных, ни костей, ни кожи, ничего, ни этот желатин, который сделан на такой основе, не используется в кашруте Мегадрин. Что, да, используется только синтетический желатин или желатин, сделан на костях рыб. То есть, это то, что используется. В обыкновенных кашрутах, и то не во всех Рабанутах, то есть, да, есть Рабануты, которые да, есть Рабануты, которые нет, но в обыкновенных кашрутах Рабанута не Мегадрин, да, полагаются на мнение разрешающих и используют, и дают кашрут, скажем так, товару или продукции пищевой, в которой включает в себя желатин, то, что называется кошерный желатин, или желатин, сделанный из костей животных, обработанной химической обработки, серьезной химической обработки и высушенных подорог. И в этом нет запретов. И это тот желатин, про который мы говорили, о котором есть спорологического авторитета между целезером и Гродмуше, то, что мы сказали. Есть еще желатин. Есть желатин, который не проходит массивную обработку химическую. Более того, он очень часто еще делается из кожи, и тогда срезают не только кожу, но и кусок мяса иногда с животного, мясо, понятно, запрещено, по всем мнениям, и когда нет массивной обработки химической, высушивания и так далее, то тогда этот желатин, по всем мнениям, запрещен. Этот желатин в Израиле, во всяком случае, ни в коем случае не используют в пищевой промышленности, и кашрут на такой желатин не дают. Так что, с этим подведем итог. Мы увидели, что желатин, синтетический и рыбий разрешен, от животного есть спор по этому поводу, если это, скажем так, хорошо обработанные кости и так далее, то есть те, кто разрешает, в обыкновенном кашруте можно это встретить. В кашруте мегадрин никогда не будет животного желатина, только синтетический или сделанный на костях рыб. На этом все, и до новых встреч!